В Чувашии завершились волжские встречи. Юных журналистов со всей страны республика принимала в 28-й раз. Чем запомнился медиафестиваль участникам и какие репортажи ребятам удалось снять в Чувашии, подробности в следующем материале. На протяжении пяти дней десятки мастер-классов. Юные акулы пера учились фотографировать и снимать телерепортажи, брать интервью и писать интересные статьи. Фестиваль «Волжские встречи» продолжает держать свою марку. В этом году сюда приехали более 400 человек из 40 регионов страны и 6 зарубежных стран. Меня, как фотокорреспондента, интересует в основном фотография. И поэтому я буду ходить на мастер-классы по фотографии. Встреча с делегацией из Америки – это же тоже интересно. В этом году ребят обучали по-настоящему известные эксперты. Один из мастер-классов провела и ведущая Первого канала. Наталья Семенихина говорит, что об этом фестивале наслышано давно. Причем от своего супруга. На фестивале я здесь не случайно. Мой муж в 90-е годы как раз был одним из тех, кто участвовал в самых первых фестивалях здесь. Поэтому для нас это немножечко такая, знаете, отсылка еще в наше прошлое. Но участники приезжают на фестиваль не только учиться. Каждый из них намерен подготовить статьи и сюжеты о республике. Юным журналистам удалось задать и личные вопросы главе Чувашия. Вы выпустили автобиографическую книгу «Мысли вслух». Такой вопрос. Какой вопрос тогда показался вам самый интересный? Вопросы они задают всегда разные, да? И интересные, и полезные, приятные, и неприятные. Но я всегда нормально воспринимаю все эти вопросы, которые журналисты задают. Им хочется познать, узнать и так далее. Насколько возможно, я максимально стараюсь отвечать на все эти вопросы. Чтобы собрать богатый материал, юные журналисты отправились в районы. Участники признаются, что прежде всего их поразила чистота на улицах. Немало интересных сюжетов республики сняли журналисты из Москвы. Мы писали им тоже дворец пионеров московский на Воробьевых горах в Москве. И ваш дворец нас просто потряс. Ваш кванториум – это просто нечто. Даже у нас такого нет. Мы в городе Чебоксары создали условия для детей, которые хотят идти и получить дополнительные непрерывные образования в художественной школе, школе искусств и так далее на безвозмездной основе. По итогам встреч на Волге будет опубликовано сотни статей и выйдут в эфир десятки сюжетов. Большинство начинающих журналистов намерены приехать в Чувашию в следующем году. Интерес к медиафестивалю не угасает. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.